Мы требуем оказания срочной медицинской помощи нашему товарищу Сиборонову. Мы требуем наказать виновных. Кроме того, вы... Еврей! В контексте наших требований это не имеет никакого значения. Наверное, в шахматы играете. В контексте наших требований... Сделайте одолжение. Не откажите одну партию. Вокруг сплошная посредственность. Не с кем даже потренировать логическое мышление. Не поверите. Правда. Присаживайтесь. А ведь выбран Штейн-феномен. Феномен. Ей-богу, голубчик. Феномен. За 27 лет в русских тюрьмах не припомню случая, чтобы сопляк-еврей заводил на бунт матерых русских тать. А вам известно, за какие злодеяния арестован Сиборонов, которого вы изволили защищать? А мне, господин Троцкий, вовсе не интересно, за что он был арестован. За что бы и не был, он все же человек, имеет права, и вы его угнетаете. А все угнетенные стремятся к свободе и справедливости. Вот право слова. Вы, евреи и революционеры, не знаете русского народа. Но при том все время пытаетесь его от кого-то спасать и освобождать. Русский народ освобождать нельзя, иначе внутри души его поднимется такой мрак, который поглотит весь мир и первыми освободителей. Русским народом можно только управлять для его же собственного блага. Даже если это так. Зачем избивать? Избивать человека, который и так пойман, ожидает суда с законным наказанием. Ну а как же иначе управлять людьми? Как? Личным примером, ведя к идеалам справедливости. Вы блаженный? Да коли пристанет вам с вашей-то натурой прожить еще хотя бы пять лет, вы уж точно поймете, что управлять людьми можно единственно страхом. Страх лежит в основе любого порядка. Лучше избить одного незаслуженно на глазах у всех, нежели потом избивать каждого, кто потеряет страх и устроит хаос. А вам не кажется это бесчеловечным? Конечно. Я ведь облечен властью. Невозможно вершить судьбу людей, оставаясь для них человеком. Это лишь теперь, по молодости, вам наивно кажется. Что мир готов пойти за вами лишь из сочувствия вашим утопическим мечтаниям. Но года два спустя наив пройдет, а жажда власти останется. Вот это я по глазам вашим вижу, Бронштейн. Слова ваши красивы, господин Троцкий, но опровергаемы всем тем, что сейчас происходит. И вы в силу своей пасконной, шовинистической узколобости не можете это заметить. Ну, избили вы сиворного, чтобы напугать других. И что, добились совершенно противоположного. Люди объединились и требуют правосудия. Так ведь не требуют более. Слышите? Потребуют еще. Будьте покойны. И не удивляйтесь потом, когда волна народного гнева сметет вас и выкинет туда, где вам и место. В выгребную яму истории. Ну, а как же иначе? Кесарю, как говорится, Кесарева. А нам, сам поганым, только выть да косточку просить. Судьба-с. В двадцать первом столетии при всеобщем реве ликующей толпы блузник рыло с сапожным ножом в руке поднимется по лестнице к чудному лику сикстинской Мадонны и раздерет этот лик во имя всеобщего равенства и братства. Вы так себе это представляете? Нет. Это вы так себе представляете двадцать первое столетие. Это ваше жандармское мировоззрение, которое способно только искажать лучшее, чтобы все в робах дышать и кашлять по команде, жить по приказу. Это вы так представляете. Да ведь о двадцать первом столетии это не я. Это Достоевский. Его вы тоже в выгребную яму? Да. Господин Бронштейн, я в вас ошибся. Думал, что у вас есть что-то настоящее, но нет. Сплошное ораторство и позерство. Мат. Светлицу его. Мат. 21,0